Вы справедливо вспоминайте, что Россия всегда нас обвиняет, а Украину во всем, что у них происходит, хотя на самом деле это Российская Федерация на сегодняшний день страна-террорист, и это знаем не только мы, но и наши соседи. Сразу два дня подряд падают шахеды, которые перелетают через границу Украины и попадают на территорию Румынии. И вчера и сегодня ночью поднимали они свои самолеты F-16 и пытались найти обломки, которые падали где-то на территории. Ну и самое главное, я ждала, Марко, что же скажет на это НАТО. Ну, по сути, да, это не прямое нападение, но какая разница, да, прилетание и дальше последствия. В НАТО не увидели в падении российского шахеда в Румынии признаков умышленного нападения. Окей, они могли это и у нас спросить. Хотя у НАТО нет информации, которая указывала бы на любое умышленное нападение России на территорию союзников. Эти действия являются безответственными и потенциально опасными. Вот такое есть у нас официальное заявление от НАТО. Я бы сказала, иногда лучше все-таки молчать и вообще ничего не говорить. Понимаете ли вы, почему даже в такой ситуации война долгая, продолжительная, залетали ракеты, вылетали с территории Польши, падали обломки шахедов. Но здесь вот прям две ночи конкретно они показывают, что им можно все. Неужели нет никаких других действий, никаких других вещей, которые могли бы допустить в военном блоке НАТО, чтобы это не было прямым противостоянием и прямым конфликтом с Россией, но чтобы поставить Россию на место? Вы понимаете как? Ну, совершенно понятно, чем они это объясняют. Если мы увлечемся хоть в какой-то форме войну в Украине, даже бесконтактную, то это приведет к ядерной войне, и НАТО втянется в войну, и так далее. То есть объяснение поверхностное, оно все время звучит, и Столтенберг его на разные лады повторяет, что мы не можем, мы не позволим вовлечься, потому что это приведет к мировой войне. Ну, мы это слышали, ничего нового. С другой стороны, вы понимаете, НАТО территория, что Польша, что Румыния, некоторых других стран и Средиземного моря, и с других мест летают ракеты, падают шахеды. Да, иногда даже противоракеты падают из-за того, что надо сбивать летящие эти ракеты. Ну, хорошо, один раз вы можете это объяснить. Ну, хорошо, но два раза дайте это объяснить, потому что мы не можем. Но когда это происходит, три, четыре и дальше раз, вне зависимости от того, что они, Москва, имела намерение уронить их на территорию Румынии, не имела, помните еще, там на границе Одесской области в Румынии уже падали куски ракеты. Тогда тоже было такое же. Но погодите, а вы что собираетесь предприятия? А ничего мы не собираетесь предприятия. Мы будем поднимать АФ-16 и сбивать там кусочки или там искать эти куски на территории собственных стран. А почему бы не обеспечить, ну, хотя бы не всю территорию Украины, а какую-то часть приграничную с этими странами, с Румынией, с Польшей и так далее, обеспечить бесполетную зону, чтобы никакие ракеты, никакие шахеды там, условно, на Одесскую область не падали. Вот на Одесскую область мы ее накрываем. Почему? Потому что если перелетит, то залетит к нам туда, в Румынию. Ну, по-моему, логично, да? Ну, какая-то логика, во всяком случае, в этом есть. Может быть, она не прямая, но она есть. И тогда у Москвы мотивация меняется. Потому что, погодите, вы будете сбивать наши ракеты, которые над вами летят? Да, будем сбивать. А почему будете это делать? Ну, потому что вы все эти смерти, вы используете фактически наше пространство над нами, над землей, для того, чтобы убивать мирных граждан на территории этой страны. А мы не можем это выпустить. Плюс это создает угрозы и нам тоже. А вдруг какие-то ваши ракеты к нам упадут? А зачем вам это? Ну, то есть, хотя бы даже до такого они не сподобятся. За то, чтобы закрыть, ну, я уж не говорю, весь периметр, как мы говорили, бесполетной зоной над территорией Украины, хотя бы приграничной территории обеспечить. Ну, там, Одесская область, там, Западная Украина, да? Ну, Запад Украины и так далее. Ну, что логично было бы, ну, очень логично. Ровно потому, что это продолжается. Если бы один раз упал, два раза упал, ну, ладно, окей, там, что-то там происходит. А когда это с разной периодичностью продолжается на протяжении двух с половиной лет, ну, тогда, слушайте, ну, надо принимать решение. Типа, больше эти ракеты над нашими территориями, на территории НАТО, не летают. Мы не допускаем пролетов над территорией стран НАТО российских ракет. Запускаем их с разных мест. Всё, мы запрещаем это делать. Ну, как бы, это было бы правильное, вынужденное и своевременное решение. К сожалению, НАТО не решается. Вот оно продолжает бояться именно этого. И заметьте, мы ожидали от саммита НАТО, что там что-то такое произойдет. Тем более, теперь-то уже очевидно, что этому товарищу с деменцией нечего было терять. А что ему терять-то, если он всё равно уходил? Ну, может, он ещё не знал, но неважно. А что тебе терять? Ну, ты на девятом-десятке, ты можешь уже вмазать по полной. Что тебе-то, не переизбираться, ничего. Ну, на себя ответственности примешь. Ну, окей. Значит, а там говорилось, чётко, ясно артикулировалось о том, что бесполётную зону мы обеспечивать не будем. Пентагон даже заявил, вот оружие вам передали, украине, вот и используйте его для обеспечения, значит, противовоздушной и другой. Безопасности над территорией Украины. А Сторденберг вообще прямо сказал, Польша предложила это делать, вы помните? Сказала, а давайте мы будем помогать, обеспечивать бесполётную и так далее. А он сказал, нет. Это форма втягивания НАТО в непосредственно военный конфликт с Россией. А мы этого допустить не можем, есть основополагающее решение о том, чтобы этого избегать. Но поэтому всё это и продолжается. И дальше будут падать эти ракеты. Они будут падать, потому что нет ничего более соблазнительного, чем отсутствие наказания за свои деяния. Нет ничего более соблазнительного. Хочется это повторять и повторять раз за разом. И Москва это будет делать. Где специально, а где не специально? Где право от первой посмотреть за реакцией? А что? Интересно? Ха-ха. Вот и всё. Да, я напомню, как канцлер Германии Улав Шольц сказал о том, что томогавки американские на территории Германии – это безопасно. В этом нет ничего страшного. И они ставятся, потому что Германия, как и блок НАТО и Европа, чувствуют опасность от России. Но позволить нам бить вглубь Российской Федерации – вот это уже эскалация, и на это они пойти не могут. Как это всё у них взвешивается, непонятно. Но, тем не менее, позиция эта ясна. Сейчас воспользуюсь 30-секундной паузой, друзья, для того, чтобы напомнить вам, если вы ещё этого вдруг не сделали, сейчас самое время оставить нам лайк. Помните, что таким образом вы фактически нас рекомендуете, и к нам присоединяется больше и больше зрителей. Но и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Feigin Life и YouTube-канал Крубанного Life. Как всегда, Марк, единственная сторона и страна, на которую надеются, которая могла бы повлиять на Российскую Федерацию – это Китай. Эти надежды разделяет, конечно, и украинская сторона. В начале недели только появилась новость о том, что Кулеба собирается в Китай. На сегодняшний день визит уже закончен, и вся информация известна. Война в Украине, по мнению Пекина, имеет угрозу эскалации и распространения. Ничего себе. Китай выступает за политическое решение, за столом переговоров. И отмечается, что Украина и Россия в последнее время, как говорят в Китае, в разной степени посылает сигналы о своей готовности к переговорам. Но это все бла-бла-бла-бла-бла, пока мы не доходим до самого главного, где Медкитая говорит о том, что Украина внимательно изучила так называемую китайско-бразильское заявление, которое призывает созвать мирную конференцию по Украине с участием России. Я хочу сказать, что это отредактированное сообщение, потому что, как правило, это не война, а конфликт и все остальное. Китай же не признает какой-то вины и ответственности Российской Федерации. Вот по завершению этого визита, стало ли вам ясно, зачем он был, в принципе, нужен? У нас есть своя позиция. Мы, конечно же, хотим привлечь на свою сторону Китай. Китай топит за китайско-бразильскую формулу, которая не соответствует, не отвечает нашим интересам. Вот смотрите, я уже тут многим пояснял, но все-таки расскажу, как я это вижу. Есть два аспекта у темы переговоров. Первый аспект – допустим ли переговоры как таковые, готов ли на это пойти и официальный Киев, ну и Москва в том числе. У Киева есть препятствия в виде решения РНБО о невозможности общения с Путиным, да? Ну, это могут быть опосредственные переговоры, там, представители, может, опять Мединский приехал, Мудилов, он тоже, кстати, из Украины родом. Вот, а это могут быть другие какие-то лица. Возможно это. Со стороны Киева, да, скорее всего, этот запрет будет снят, потому что сам Зеленский говорил, ну, это очень преодолимо, да? Он после нам это сказал. Вот. Что касается Москвы, она ставит предварительные условия. Для любых подобного рода переговоров, мы их обсуждаем, три условия, по которым, значит, нужно, чтобы неоккупированные части четырех областей – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской – были освобождены от частей с линей ВСУ. Капитуляция. Капитуляция, да, да, конечно, это капитуляция, не надо тут выискивать каких-то других подходящих формулировок, это, конечно, капитуляция. Снятие санкций, ну, это к третьим странам относится, вот, снимитесь на санкции, мы еще хотим отдыхать, веселиться и продолжать, используя ваши курорты, значит, там тратить свои деньги. И третье – это внеблоковый статус Украины, это даже еще хуже, чем освобождение, вот, поразительно звучит, но это еще хуже, чем освобождение неоккупированной части четырех областей. Почему? Потому что их еще можно отвоевать, а вот принять на себя обязательства во внеблоковом статусе – это отыграть уже будет сложно. Это подхватит тех, кто недоброжелательный, если на западе, скажет, ну, да, ну, все, ну, вот, видите, нейтральные статусы, хорошо, и все, и баеньки, и хорошо. И через пару лет или через год там война снова возобновится, и уже на других условиях, при которых вообще это демилитаризация, деноцификация пройдет, уже и армия будет спрещена, и оружие, как этого требует Москва. Вот Москва готова вот в этом первом аспекте начать переговоры, видимо, даже без этого предварительного условия, отодвинуться. Что дальше? А вот дальше второй аспект. А о чем мы разговариваем? О чем мы разговариваем? Вот об этом, вот об этих трех предварительных условиях, которые должны обсуждаться, это несерьезно. Что их? Украина будет обсуждать неблоковый статус освобождения четырех областей до административных границ? Ну, лучше обсуждать. Этот вопрос не решен, потому что, а от чего отталкиваться? Какая основа для такого рода обсуждений? Хорошо, нам говорят, нет, только вот прекращение огня. Обсудили, все, замерли и все. Люди не умирают, люди не погибают и так далее. Ну, во-первых, какой нормальный человек верит, что Путин, взяв на себя обязательство прекращения огня, его испортил? Вот какой нормальный ни дебил, ни того, которого излечивают в психиатрической больнице, вот поверит Путину? Ну, просто мне интересно. Он ни разу не нарушал Путин своих слов, он ни разу не обманывал, да, совсем не обещал не нападать на Украину, Крым не занимать и так далее. Какой нормальный дурак поверит? Это раз. Во-вторых, значит, если речь идет шире, не только о прекращении огня, но фактическом перемирии и дальше даже переговорах о мире, при котором, значит, должны быть взаимно сторонами взяты на себя обязательства, и совершены какие-то уступки взаимные. Здесь, не говоря уже о том, опять я опускаю, а что Москва уступает? Вот пусть мне расскажут, а что уступает Москва, на что она соглашается. То есть она торгуется, ну ладно, два километра туда, сюда, украинской территории. Ну мы же такие великодушные, что мы не возьмем у вас эти два километра, ладно, оставьте себе. То есть торгуются воздухом, то есть чужим воздухом, в котором дышат украинцы, понимаете? Вот они его торгуют самим украинцем, продают. Ну хорошо, даже в этом случае, допустим, есть тема, говорят, мир в обмен на землю. Старо как мир, вот это тезис о том, что вам мир, нам землю. Так Путина не надо просто землю. Ему нужна вся земля. Вся Украина. Как можно вести переговоры, пока не продекларировано о том, что они уважают суверенитет, и суверенитет предполагает, уважение суверенитета Украины, что она может делать все, что я забыл, рассловиться. Вступать в любые союзы. Делать все, что она, вот как свободная страна, свободная нация, делать все, что захочет. Разве Москва дала такой карт-банш Украине? Или они настаивают путем средств войны того, чтобы этот суверенитет был ограничен? Того, чтобы вот этот искусственный нейтралитет с выходом на какой-то там вариант финансизации реализовался именно в отношении Украины. То не могут, это не могут, армию не могут иметь, это не могут иметь. В блоки вступать не могут. Ну, то есть, да, сесть за стол переговоров могут, но разговаривать не о чем. Но невозможно соприкоснуть эти позиции. Они взаимоисключающие. Украина настаивает на том, что мы суверенная страна с нашими территориями, границами очерченными, международно признанными и так далее. А вас говорят, нет, у вас нет никаких границ, суверенитета у вас никакого нет. Давайте это и обсуждать. До какой степени у вас нет суверенитета? Что вы можете, а что нет? Там нечего обсуждать. И тот же тезис примыкающий. А каким мандатом может отправиться туда Зеленский, если речь пойдет о высшем уровне? Он должен сначала получить от народа этот мандат. Он сам ничего делать не будет. Подписывать никакого мира с уступкой им территории и отказ на вступление в НАТО, ну и всем остальным набором, динсификации, милитаризации. Он не будет. Потому что он перестанет быть президентом. Украинцы его перезберут немедленно. И зачем ему это нужно? А зачем Зеленскому это нужно? Брать на себя эту ответственность, сдать интересы Украины? Ему это зачем? Ради чего? Нет, Москва может думать, а мы Зеленскому денег предложим. Ну или что-нибудь вот у них так же, все на деньги. Поэтому первый этап может быть, второй нет. И отсюда я делаю вывод, что для Украины и для ее союзников, и частично для Москвы, это игра. Это игра в ожидании ноября, когда завершатся выборы в Соединенных Штатах, и будет либо одна, либо другая сторона. Либо Камала Харрис, либо, ну если ее сделают кандидатом официально, что скорее всего, либо Трамп. И поэтому это игра, чтобы потянуть время, чтобы дождаться, но изображая какое-то стремление к мирным переговорам. Чтобы если победит Трамп, сказать, ну мы же все хотим мир. Мы же все как бы настроены. Кто ж против-то? И вот Зеленский за. А давайте теперь тогда план Путина. Вот так они будут говорить. Все же за. Что касается Китая, давайте отдельно скажем. Ну, Китай про свое. Вот ему что и Украина, ему что Россия, это все это, знаете. Ему наплевать. Вообще наплевать. И на тех, и на других. Не будем иллюзии писать. Вы же не знаете. Ему свое. И вот это свое все понимают. Все понимают, что он за Тайвань, за свои интересы, за потенциальное ослабление Москвы в такой степени, но не проигрыш. Чтобы потом можно было скушать Россию. Назадить ее Северным Китаем. Северный Китай. Вся Русская Азия, это Северный Китай. Вот. Вот что они хотят. А Запад этого не хочет. Они резонно утверждают. Где Бразилия и где ваш этот Китай? Какое отношение к Европе имеют и к европейским делам? Сидите в своей Юго-Восточной Азии и решайте там свои проблемы с вот этими сумасшедшими северокорейцами. По-моему, резонный аргумент. А те скажут, а вы сами лезете. У нас тут в Южной Корее американские войска, в Японию, на Кеннаве и в других местах. Вы еще AUKUS создаете среди англо-саксонских стран для того, чтобы нам давить на Китай. Ну, так решайте проблемы. По концу съезда в Милоке, Трамп, республиканского съезда, где он Венса выдвинул, ну и так далее, он произнес речь. Где говорил, что, ну да, нам жаль украинцев, они там страдают, война, все понятно. Но для нас главная угроза – это Китай. Вот там развернутся настоящие события, говорит Трамп. Северная Южная Корея. Он Индонезию почему-то приплел. Ну, там тоже есть проблемы, но, по-моему, не военные. Ну, ладно. Другие аспекты. Он говорит, главный фронт там. Не в России, вот с Украины, а там. Вот так он приоритеты видит, понимаете? Вот так он видит приоритеты. Поэтому, на самом деле, как я уже сказал, все игроки ждут исхода выборов в ноябре. Для того, чтобы подойти к их исходу, если, например, это Трамп победит, с лучшими позициями. Чтобы убедить Трампа. А мы обо всем договорились. Он же как говорит Трамп? Не надо мне никого. Я вот сяду с Путиным, за 24 часа договорюсь. Ни Китая не надо, ни Украины не надо, ни Запада, никого не надо. То есть, он сам договорится. Зачем ему Китай? Он скажет, а что здесь Сен-Зиньпин делать? Что ты здесь делаешь? Колобок, катись. И все. Ну, потому что, как бы, Трамп страдает в фоноберии, так сказать, самоуверенности, невероятно тщеславие. Он считает, что он все уговорит. Я-то убежден, что у него ничего не выйдет. Я уже много раз об этом говорю. Почему? Потому что он раньше считал, у него была иллюзия договорились, когда не было войны. Остановить войну – это не одно и то же, как усмирять Россию, чтобы она слишком агрессивно себя не вела в условиях позиционного противостояния, который был в зоне ООС на протяжении 8 лет в Украине. Поэтому я думаю, что попытка его договориться будет, она ни к чему не приведет, а вот дальше никто не знает, как он себя поведет. Вообще непонятно. Он может так, может эдак. Гадать бессмысленно, потому что он сам еще не знает. Понимаете? Зависит ситуацию. Он действительно, наверное, не знает, что он будет делать дальше. Но очень грустно, что он фактически, Дональд Трамп, повторяет полностью российскую пропаганду, потому что в последнем своем заявлении он сказал, что «я остановлю войну, которую начал Байден». О, ничего себе! Спасибо, где-то в Москве рукоплечет. Это настолько ложится в канву того, что бесконечно утверждает российская пропаганда. Но, в общем-то, не знаю, насколько он сам понимает, что он говорит. Тем не менее, еще буквально пару слов, давайте, Марк, скажем. У нас все-таки появляются какие-то новые-новые факты и информация о кандидатах. Камала Харрис, она, конечно, потенциальный кандидат, но мы ее воспринимаем как номер один. Значит, во-первых, видя ее выступление, ее заявление, оказывается, что это яркая, очень харизматичная и интересная женщина, а не, когда мы злобная и тупая, как сказал Байден. То есть ясно, почему он агрессирует, почему он боится. Но что говорит Трамп о том, что Камала Харрис бежит из Израиля, она отказывается идти к Биби, она категорически против еврейского народа. Ну и, в принципе, действительно, как правило, Камалу Харрис, характеристику ей выдают как более такой левому политику, которая больше сострадает и переживает сектору газа. Почему я вас спрашиваю об этом? Потому что мы знаем, что в Америке суперсильное еврейское лобби. Это доноры, это спонсоры, это те, кто жертвует на предвыборную кампанию, и за них боролись и очень переживал и Джо Байден со своей командой. Но у Камалы Харрис ярко выраженная позиция. Единственное, что говорят, что баланс вполне возможно может ее, кандидат в вице-президента, внести. Тем не менее, израильский вопрос или еврейский вопрос, насколько он важен будет в этой кампании? Ну, во-первых, у него муж еврей. Эспов еврей. Ну, это специфические евреи, которые, значит, сторонники демократов, у них тоже, знаете, с головой не все в порядке. Но неважно, там евреи разные на свете, и это всем только кажется, что сплошь они все одинаковые на одно лицо и все одинаковые взгляды придерживаются. Это далеко не так, вообще не так. Вообще не так. Что касается позиции Камалы Харрис, я считаю, она ее не красит, как и Байден не красит. Почему? Потому что начинали-то они хорошо. 7 октября, когда случился теракт в прошлом году, они же все правильно оценили, всему дали правильную оценку. Кто напал, кто-то виноват, кто убивал 1300 человек, кто-то виноват, а не наоборот. Хорошо, а можно говорить о том, что чрезмерное применение силы ответны со стороны Израиля. А кто что-то сделал для того, чтобы было его применение сил меньше? Кто-то попытался создать условия, при которых Хамас был однозначно выведен за скобки вообще любого договоренности, любых каких-то компромиссов. Нет. Потакали этому Хамасу. В конечном итоге борьба превратилась не в защиту палестинского народа. Ну, конечно, там гибнут, если мирные граждане, то их, конечно, очень жаль, надо делать и прилагать усилия все для того, чтобы этого не происходило. А в конечном итоге свелось в защите Хамас. Понимаете? Не в защите палестинской сектора газа, а именно Хамас. А Хамас – это однозначно террористическая организация. Я думаю, во многом Камала Харрис не столько настроена против Израиля и чего-то такого, а она просто боится потерять голоса левых и арабов и других меньшинств, которые голосуют за демократов. Соединенных Штатах Америки и хотят, чтобы в программе звучало вот этот укор в сторону Израиля. Я посмотрел, Биби Нитаньох приезжал, там они перед Конгрессом устроились палестинские флаги, шгли американские флаги. Это где такое было видно, чтобы сжечь американские флаги? Перед Конгрессом. Вообще нормально. Я не знаю, что они шгли, я знаю, что они сняли и повесили палестинские флаги. Я видел фотографию с сожженного флага. Я могу ошибаться, может, это какая-то там, я не знаю, сейчас и искусственный интеллект. Давайте это все перепроверим. Но если такое реально происходит, ну, так я чего удивляться-то. Я просто к тому, что демократам не нужны эти голоса. Да и пропадение пропадам. И речь идет об Америке, речь не об Израиле идет. Это про Америку, а не про Израиль. Израиль – это отдельная история, они разберутся, вы им не мешаете. А как бы это прежде всего об Америке. Вы что, считаете, что таким надо дать дорогу? Кампусовская молодежи, которая распропагандирована в левом ключе, причем без относительной национальности, и она выступает не только против Израиля, как угнетателя, расиста, империалиста, а вообще против вообще здравых идей очень многих. Вот это резкое левое, радикально левое крыло демократов, оно дурную службу сослужит этой партии. Дурнейшую. Потому что она подрывает основы государственности, национальной безопасности, авторитета страны, понимание ее роли. Соединенные Штаты – это страна, которая должна демонстрировать пример нормального человеческого цивилизованного устройства жизни, общежития людей. Ну, а она такому отвечала всегда требованию, да, это плавильный тигель, страна иммигрантов, где все уживаются, но есть приоритеты. Приоритеты неотменяемы, они доктринальны. Без этого Соединенные Штаты не устоят, там двое Соединенных Штатов будет. Левый и правый, там и так страна разделена ужасно. Ужасно разделена. Но это отказ от ценностей, понимаете? Если к этому будет идти, то тогда ничего хорошего это не кончится, и для демократов тоже. Я думаю, что это все-таки игра со стороны Камела Харрис, чтобы не потерять эти глаза, они считают, что евреи традиционно, кстати, американские там по 5 миллионов голосуют традиционно за демократов. Но вот сейчас, правда, немножко баланс такой-чуть другой, потому что Трампа евреи тоже поддерживают, например, из-за вопросов по Израилю. Но все-таки большинство голосует традиционно до 70%. Голосует за демократическую партию. Ну, вот так это. Вот. Наверное, так сказать, они отдают себе отчет, что они типа и так проголосуют евреев за демократов, да? А вот нужно не потерять баланс хрупкий между Трампом и Камалой Харрис, не потерять голоса еще и вот этих. Голоса исламской молодежи, левой молодежи американской и так далее, которые могут добавить в эту копилку. Мне кажется, это, я еще раз говорю, медвежья услуга, но, тем не менее, я думаю, что здесь больше расчет, нежели убеждение. Вот так мне кажется. Да, ну и давайте скажем, что предварительно есть информация по поводу потенциальных дебатов. Они назначены на 10 сентября. Я уверена, это будет очень интересно. Каждый будет готовиться. Линия заявления, главные точки опоры Дональда Трампа нам известны. Теперь остается интрига, на что будет давить, на что делать упор будет Камала Харрис. И, конечно, какое место во всем этом будет занимать в том числе наша война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok